Если у нас достаточное количество песенников, мы могли бы сейчас исполнить этот этап важен. Спасибо за просмотр! 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 СубтитрыES inos�� Valentine и Shri Srimad Bhagavatam Bakwataa Вопросы царя Парикшита, текст пятнадцатый. И во время обсуждения стиха мы также скажем несколько слов о Бхатитирте Махаджи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, лучшие из брамунов «Расскажи мне также, как были созданы небесные тела во Вселенной, как возникли четыре стороны света, неба, планеты, звезды, горы, реки, моря, острова и разнообразные живые существа, населяющие их». Коментарий щелкровопады «Живые существа, обитающие в разных областях Вселенной, находятся в разных условиях и не похожи друг на друга. Обитатели суши отличаются от тех, кто живет в воде и в небе. Точно так же отличаются друг от друга обитатели различных небесных планет и звезд. По законам Господа, в природе нет необитаемых мест, но фауна и флора каждого места уникальны. Даже в человеческом обществе обитатели джунглей или пустыни отличаются от жителей городов и деревень. Различия между ними обусловлены влиянием разным кун материальной природы. Такой порядок, установленный законами природы, далеко не случайен. За ними стоит великий замысел. Макараш Паришет просит великого мудреца Шукадеву Госвами объяснить ему это, опираясь на сведения из авторитетных источников». Паришет просит великого мудреца Шукадеву Госвами объяснить ему это, «Получше из браманов, расскажи мне также, как были созданы небесные тела во Вселенной, как возникли четыре стороны света, неба, планеты, звезды, горы, реки, моря, острова и разнообразные живые существа, населяющие их». Намам. Итак, Махарадж Парикшит продолжает задавать вопросы о различных аспектах. И, конечно же, он также затрагивает темы духовной реальности. Он задает вопросы касательно всех тем, раскрытых в Шримад Бхагаватам. Итак, в этой Вселенной существует множество разных планет. И, как правило, они очень сильно отличаются другой трогой. И, конечно же, человеческие живые существа находятся на планете Земля. И этим человеческим живым существам очень нравится думать, что они одиноки в этой Вселенной. И Земля является единственным населенным местом. Но, как и во многих других местах, Шила Прабхапада отмечает, что все планеты этой Вселенной населены. Поэтому они существуют для того, чтобы быть домом для определенного типа живых существ. Условия обитания на различных планетах часто очень сильно отличаются друг от друга. Это указывает на тот факт, что существует огромное количество типов живых существ. Но люди, в частности, ученые, очень сильно гордятся. И поэтому считают, что жизнь возможна только на этой планете. И они не принимают серьезную мысль о том, что в различных других условиях жизни на других планетах возможно. Они считают, что жизнь может быть только там, в тех условиях, в которых они находятся сейчас. Ведические писания дают определенное понимание касательно этой темы. «Там говорится, что если в лесу падает дерево, и там нет никого, кто мог бы услышать это, дерево не создает звука, не создает шума». Хорошая идея. Хорошая идея. Да. Эта идея представлена в Ведах. Просто посмотрите, насколько некоторые люди гордятся собой. «Человек считает, что все, что существует, может существовать только в тех условиях, в которых он находится. Если же есть какие-то другие условия, то ничто в них не может существовать». Но, к сожалению, господин ученый, этот стандарт не имеет отношения к реальности. Жизнь может существовать и там, в таких условиях, в которых мы не имеем никакого представления. Если мы взглянемся назад в истории, например, на сто лет, мы увидим, что так называемые продвинутые люди, европейцы, могли ничего не знать о тех существах, которые населяют континент Африки. А, тысячи лет, извините. Нет. Несколько сотен лет. Если бы кто-то сказал этим людям о слонах, что есть такое огромное животное, у которого нос похож на такой сдвоенный шланг, если бы они услышали такое описание животного, они подумали, что человек, который им описывает это животное, просто галлюцинирует. Есть ли люди с темной кожей? Они бы сказали, что такое невозможно. У людей белая кожа, и все. Или бы им сказали, что есть такое существо, как жираф. Есть животное, у которого такая длинная-длинная шея. Непонимально. Есть такое животное, как носорог. Слышали? Вы видели? Нет? Может, нет. У вас нет? Как описать носорога? Уajgendそう. Или гип... Гиппопотама. Или гиппопотама. Unless, yes, to homsky. Homsky. Hippopotamus. These are very extraordinary looking creatures. Это очень необычно выглядящие живые существа. И когда люди в Европе в первый раз узнали о том, что есть такие живые существа, они решили, что это просто невозможно. И только когда эти животные были обратены в капитал, они верили это. И только когда эти формы жизни были привезены к нему, пойманы и заключены в неволе, только тогда они поверили. Когда в Европу привезли человека с темной кожей, тысячи людей приходили и платили деньги за то, чтобы посмотреть на него. Они не могли поверить, что это такое. Таким образом, жизнь — это намного больше того, что мы видели. Но гордость слабо материально развитых людей настолько велика, что они считают, что если у них нет опыта восприятия чего-то, то этого не существует. И поэтому они считают, что если в лесу упало дерево, но меня не было там, и я не слышал этого, значит, оно упало абсолютно бесшумно. Это просто безумная гордость. Но в действительности существует огромное количество вещей, которые мы никогда не сможем увидеть на этой планете. Мы слышали о том, что Кришна синего цвета. Мы слышали о том, что Господь Рамачандра зеленого цвета. Мы думаем, что? Синекожая личность? Зеленокожая личность? Это невозможно. Здесь у нас есть только люди со светлой кожей, иногда люди с более темной кожей. Но из четырехсот тысяч человеческих форм жизни, Шудра Прабхупад говорит, что на этой планете мы можем увидеть максимум две тысячи. Прабхупад was asked this once, at the end of a lecture. How many of the four hundred thousand types of human species do we have on planet Earth? Сколько из четырехсот тысяч человеческих форм жизни присутствует на планете Земля? И Прабхупад сначала сказал, что может быть две тысячи. И потом Прабхупад сказал, что может быть всего тысячи. Так что же это за человеческие формы жизни, которые населяют всю Вселенную? Ну, мы видим только светлокожих и людей со смуглой кожей. А как насчет оранжевых и фиолетовых? Может быть существует большое количество людей с синей кожей? Может быть есть даже разноцветные? У нас же есть коровы, кожа которых окрашена в разные цвета. И мы получаем их коты, которые в много разных цветах. У нас есть многоцветные кошки и собаки. Как насчет многоцветных людей? Как белые с черными пятнами? Несомненно, они существуют. Как насчет людей, которые намного выше, чем мы? Или наоборот намного меньше, чем мы? What we have seen of life in the material world, in this lifetime, is very small. В этом материальном мире, в этой жизни мы видели очень мало. Мы понимаем, что если человек привязан к тому, чтобы постоянно есть, есть, есть и есть, и есть. И он ест все, что попало. Может быть, для этого ему будет одно специальное тело. Очень большое тело, в которое может лезть огромное количество еды. Но маленький рот. И в этой форме жизни, для того, чтобы остаться в живых, ему придется есть 24 часа в сутки. Иначе он умрет от голода. В этом мире есть огромное количество форм жизни, о которых мы не имеем никакого представления. Даже Солнце является обитаемой райской планетой. Огромное количество людей живет на Солнце. И их существование очень приятно. Но согласно нашим так называемым научным стандартам, это невозможно. Если кто-то из нас пытается поселиться на Солнце, он просто зажарится. Несколько лет назад, я прочитал в журнале Back to Godhead, что под одним из океанов произошло вулканическое извержение. И из-за жара, произведенного вулканом, на поверхность начала подниматься очень горячая вода. Вода обычно загибает и начинает испаряться при температуре 100 градусов. Но из-за давления океанской воды, та вода, которая поднималась, разогретая из вулкана, достигала температуры 800 градусов. Ученые, которые наблюдали за этим, собрали немного этой супергорячей воды и обнаружили в этой воде живых существ. Они жили, похоже, счастливо и при этой температуре. Но затем температура воды понизилась. 600 градусов, некоторые из этих живых существ начали умирать. 500 градусов, они все были умерли. Когда же температура воды стала 500 градусов, все они погибли. Слишком холодно. У них был просто абсолютно отличный стандарт жизни. Ученые считают, что для того, чтобы живые существа могли жить, необходима атмосфера, которая есть на планете Земля, должна быть определенная температура, и так много оксиджения, и так много других типов химических элементов. И они считают, что если условия отличаются от этих, то жизнь в таких условиях невозможна. Но Махараш Парикшит не такой наивный глупец, как ученые-материалисты. Он понимает, что Кришна создал планеты этой Вселенной для определенных нужд. И причиной их создания является необходимость предоставления условий для существования различных форм живых существ. Поэтому те типы тел, в которых пребывают живые существа и условия, в которых они живут, могут очень сильно отличаться от всего того, что мы видели и можем себе представить. В соответствии с кармой живых существ есть огромное количество условий. Махараш Парикшит очень хочет узнать, что за различные живые существа населяют все эти планеты. Планеты, которые могут быть намного более горячими, нежели там, на которой мы находимся сейчас. Или наоборот, планеты более холодные. Или такие планеты, на которых погода всегда такая же, как в Сибири зимой. Но есть живые существа, которые оказавшись в Сибири зимой, когда температура минус 50. Будут считать, что они попали в какую-то невообразимую жару. Передайте мне в крем от загара. А на лето в Сибири для них было бы абсолютно невыносимо жарким. На этой планете некоторые живые существа обитают в воде. Так как этот мир населен огромным разнообразием самых разных и сложных форм жизни. Махараж Парикшит знает об этом и хочет услышать детальное описание. Всех удивительных условий, которые Кришна создал в этом материальном мире для живых существ. И о тех удивительных формах, в которых пребывают живые существа. И о том, какие материальные желания живое существо должно иметь, чтобы получать эти различные тела. Какие желания должны у вас быть, чтобы вы получили тело гиппопотамом? Но какой-то определенный тип желания все-таки должен быть для этого. И тогда вы получаете это тело. И тогда вы думаете, аааа, это я, это я, это та жизнь, о которой я мечтал. Это очень сложно понять, если вообще возможно. Но желание живого существа и изменяющееся сознание живого существа. О, это удивительное и находится далеко за гранью нашего понимания. Шилапрабхата рассказывает историю о том, как однажды был проклят Господь Индра. Он сделал что-то неправильное, оскорбил кого-то, и его прокляли на то, чтобы он родился свиньей. На несколько лет. Он — Царь Небес, он — Личность, находящаяся на много более высоком уровне, нежели мы. Но он был не звер, вот в тело свиньи. И вот он живет в своем свинарнике. И встретился с очень привлекательной миссис-свиньей. Он привлекся ей, поскольку она очень мило выглядела. И они стали мистер и миссис-свиньей. И появились поросята. И Господь Индра думал, как прекрасно. Но в конце концов, время проклятия истекло. И он должен был вернуться к положению Индры на райских планетах. И поскольку Индра является очень важной личностью, Сам Господь в Брама не зашел, чтобы сопротивоводить его обратно на райские планеты. Он подошел к Господу Индре. И сказал, ну все, Индра, пойдем. Пойдем, давай. И Индра сказал, нет, я очень счастлив здесь. Посмотри на мою миссис-свиньеву, она такая красивая. А мои поросятки, они просто удивительно привлекательны. Поэтому я никуда не пойду, я остаюсь здесь. И это прекрасная свинарник, в котором я живу. Прекрасная пища, которая меня кормит. Ах, many types of stone. Many types of stone. And sometimes my own stone. Life is good. So you just leave me and go. But Lord Brahma could not do that. So he had to quickly think of some plan. He killed Mrs. Pig. And Lord Indra, Pig Indra, he was just shocked. Then Brahma killed the little piglets. And Indra was too shocked. И это уже был слишком тяжелый шок для Индры. And Brahma said, okay, you ready now? And Indra said, okay, okay, I'll come with you. Индра сказал, ну ладно, ладно, я пойду с тобой. But the thing is, the possibilities for the living entity to accept some, what we might consider very extreme conditions, the possibilities are there, they're almost unlimited. Таким образом, для живого существа есть возможность, и этих возможностей огромное количество, принять ту форму жизни, которую мы даже не можем себе представить. Like in our cases, we don't know what sort of body we were in in our previous lifetime. В нашем случае мы, например, не имеем представления о том, какое тело у нас было в прошлой жизни. In the fourth canto of Srimad Bhagavatam is the story of King Paranjana. And he was very attached to his wife. And as a result, he got the body in the next life of a woman. Then he was known as Paranjani. And there Śrīla Prabhupāda makes the point that it is common that in one type of body a person is most attracted to the opposite sex. So, therefore, male attached to female in next life gets female body. потом, если мужчина привязан к женщине, то в следующей жизни он получает женское тело. And now in the female body becomes attached to males. И теперь, находясь в женском теле, живое существо привязывается к мужчине. And following life male body. И в следующей жизни получает мужское тело. And then next life female body. Потом в следующей жизни опять женское. И потом опять мужское. So, in our previous lives certainly we had different bodies to what we have now. В своих предыдущих жизнях, несомненно, у нас были иные тела, нежели те, которые у нас есть сейчас. And if we were perhaps shown a photograph of our bodies, who we were in our immediate previous lifetime, then we might think, no, that's impossible. I could never be like that. We, возможно, подумали, не, невозможно. Я не мог быть таким. But we were like that. And actually, we have been through all 8,400,000 species of life. We have been, you know, like what? Centipedes. Centipede. Millipede. These little creatures with many legs. We've been. And when we were in those bodies, we thought, very nice. Здорово. Good hair. Where is Mrs. Centipede? Where is Mrs. Sorkanoshka? So, material life, it is fantastic what is there in material life. It is just fantastic what is there in material life. And one reason why Maharaj Parikshat is inquiring about all these different, different planets with all these different, different living entities. One reason is because he knows on every planet there are devotees. And many, if not all the planets are governed by a devotee. And he wants to know about all these different devotees. Even on this planet we have some quite different devotees. some Russian people pronounce Hare Krishna in a certain way. Hare Krishna. You know that? Hare Krishna. In other places people pronounce Hare Krishna. But in China many of the devotees pronounce it differently. Hare Krishna. And when some of our devotees met Chinese devotees for the first time and they heard them chanting like that. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Hare. There are some devotees who thought what is this? Because of the culture and just whatever they don't have the sound for R. But instead they have a type of L sound. And so devotees were wondering what what is this Hale Krishna? Is it real? Is it acceptable? What would Krishna think about it? And some devotees were thinking we will have to train them in elocution? Yes. And then they can become real devotees. But then the devotees noticed that the Chinese devotees were very nice devotees. And they understood Krishna is accepting their chanting. So on some other planets what other types of devotees must there be? Some purple devotees So Maharaj Parikhshid found this idea very interesting. And these devotees they must have very interesting forms of devotional service. He thought that these devotees must have very interesting forms prasad. Oh they must have very interesting types of prasad. Need talk and kartoška. So many types of things we never dreamt of. Even sometimes you go to some tropical parts of this planet and they have prasadum you would not recognize. And they have prasadum you would not recognize. And all vegetables you never saw them before at at all. Like in Bali. Kartashka – нет. Sweat and some different fruits you wouldn't believe. Have you heard of duran? Stay shy. Neverly. Yet you wouldn't believe it. If you're twenty meters away from it then you smell it so strongly. It smells like someone just blasts storm. It's just the most shocking horrible smell. But it tastes nice. And the people love it. And they offer it to Krishna. And they offer it to Krishna. Oh. 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 And that's just on this planet. But you offer the devotees from Bali some картошка and it's like what is this strange thing? So Maharaj Parikh is very interested what types of devotees are there on these other planets. And how do they serve Krishna? How do they speak the Hare Krishna mantra? What is their prasada like? And Maharaj Parikh understands that it is by Krishna's arrangement that these devotees are in these places. And Maha Rish Rish понимает that it is because of the Kriš that Kriš predated in these conditions and Kriš is very happy with their service to Him. And they don't need conditions like what we have in order to be devotees. So like this devotional service can go on under practically any condition. Devotional service can go on in the heavenly planets and in the hellish planets. And the devotees are in those situations they accept those situations and simply serve Krishna like that. And a devotee who was like this was Bhakti Tithi Hala Hara You know we as devotees even though we are chanting we are hearing Bhagavad Gita but we also become sometimes quite materially attached if material conditions are not in a certain way then even though I'm a devotee I become very disturbed if I get if my health gets very bad I question Krishna what are you doing Krishna why are you treating me like this Krishna I am your devotee you are meant to help your devotees you must do your job Krishna but Bhakti Tirtan Maharaji didn't think like that and he was very amazing devotee he could render service under practically any condition he came to Russia well the former Soviet Union in those days on near Gabriel Paruski even worse than me he was only speaking to them in English but he was selling so many books because he didn't really care where he was wherever he was it was Krishna's arrangement he would serve Krishna under those conditions he said one time when he was in the former Soviet Union he went to some university somewhere he told that when he visited the Soviet Soviet Union he visited one of universities and so he was moving around trying to visit the lecturers he saw he was being followed and he saw him was after him so now he's trying to escape from the KGB turned around one corner to dead end only one door only one door he just opened the door locked in it was someone's office and that person was not expecting him and that person was not expecting him and but Bhakti Tithi Maharaj just acted like it was completely normal I am meant to be here you must take some books and just gave the person some books and that person bought a whole lot of books so he did not when he came in there and realized he was in the wrong place he did not panic so like that he was at home everywhere this is it is all part of Krishna's creation and it is my home so whatever the conditions are I can serve Krishna then and finally towards the end he found out that he had cancer actually he had skin cancer which normally only people with very white skin get but he did not become upset he just took it this is Krishna's arrangement let me just serve Krishna under these conditions so even though he was quite quickly coming to the point of leaving his body he was in ecstasy he was celebrating I'm going to pass away very soon many other even devotees in some situation like this they become bewildered I don't want to die let me live longer Krishna save me Krishna but Bhakti Tithi Maharaj never felt like that at all but he thought let me take this opportunity to teach the devotees the important lesson how to leave this world so when devotees and disciples would come and visit him and they would be very distressed we won't see you again but Bhakti Tithi Maharaj would just laugh and say no we're going to be together we'll be together forever don't worry about it so he was really a very amazing devotee and very amazing consciousness for many years he would not eat until he enchanted 64 rounds he would get up before everyone take rest after everyone write a letter to Shri Prabhupada every day even after Prabhupada lived as well chant 64 rounds eat once a day and distribute more books than anybody else this is a very special devotee so because he was such a special devotee Krishna chose him to teach the other devotees this very important lesson how to leave this world in full Krishna consciousness so today is disappearance day we pray to him at his lotus feet to be merciful to us and pray that he allows us to render a little service to him in some humble way to hale kish any comments or questions Вот какие-нибудь комментарии или вопросы. Yes. В this spiritual world. Слышали? Встретятся ли бредные Исконы в духовном мире? Прабхабад said very clearly on a number of occasions that we will have an Искон in the spiritual world. We'll all be together. So we'd better learn to get on with each other. One devotee, when Prabhupada said that, that there'll be another Искон there and we'll all be together, he looked at one of the other devotees there who he didn't like. And the devotee told us that he thought, Oh no. So anyway, yeah, Śrīla Prabhupāda said this on a number of occasions. We'll all be there together under Śrīla Prabhupāda. At the lotus feet of Śrīla Prabhupāda. So we'd better get used to working together. And we'd better get used to rendering service cooperatively together. So there is a particular part of Gāloka Vrindavan, which is Iskon Gāloka Vrindavan. And we'll all meet Bhakti-Tirttha Maharaj there. Of course, we have to go there. We have to really make progress in Krishna consciousness. But if we really try our best, then we really take shelter of Śrīla Prabhupāda. Chant our rounds every day and follow the principles. Then we can go to Gāloka Vrindavan. Even just at the end of this lifetime. Yes, so one fine day we will wake up in the morning. And we'll be in Gāloka Vrindavan. Right, Krishna? Śrīla Prabhupāda ki. Śrīla Bhakti-Tirttha Swami Maharaj ki. Gāloka Vrindavan. Gāloka Vrindavan. Gāloka Vrindavan. Faqādā ki.